Малыш 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Снова поезд. И снова я еду из Харькова в Пермь. Вот так. Каникулы пролетели в одно мгновение. Вообще-то многое стоит написать в дневнике. Только время надо выбрать удачное. Надеюсь, что в этом году я уже не буду так сильно скучать по дому и по своей любимой мамочке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я сразу решила, что она будет танцевать в балете. Поэтому в месячном возрасте она у меня уже средилась на поперечный шпагат. У нее была лягушка, выворотность верхняя, выворотность нижняя. А стопа у нее всегда была хорошая. Я сразу посмотрела, когда она только родилась, что у нее есть стопа. Вот. Поэтому как бы 4 года я собралась отдать на балет. Но тогда таких маленьких не брали. Это сейчас их в 3 года оператор. А тогда не брали. Только с 5 лет. И нам сказали, приходите через год. И я пришла ровно через год. 20 апреля я исполнилась. 21 апреля мы пошли в балетную школу. Вот и открывается новая страничка моего дневника. Первый курс. С чего мне начать? Наверное, с того, что наступает мой самый ненавистный день в году. Я ненавижу 1 сентября. Это из-за того, что теперь только осознаешь, как быстро пролетело лето. И какой длинный и трудный год ждет тебя впереди. Ведь мы теперь студенты. Учиться придется в 2 раза больше. Куча новых предметов и каникулы только зимой. И как всегда, мама мне посоветовала выписываться в этот дневник. Передавать все свои прицельственные эмоции. И не держать их в себе. Что я и буду делать. Не загоняйте, не загоняйте. Не загоняйте. Наверное, наверх, наверх, отцепь. Хорошо, улица. Раз, два, три, раз, два, поповы. И вы гибель зашли. Профессия артиста-балета необычайно слушая. Она требует много сил. И не только физических, но это силы эмоциональные и силы нервные. Поэтому дети в училище, конечно, ведут достаточно замкнутый образ жизни. Это еще продиктовано и расписанием занятий. Так как продолжительность занятий большая. Они начинают с 9 утра и заканчивают в 9 вечера многие. Жаль, конечно, что начиная заниматься хореографией в 10 лет, они, может быть, лишаются детства. Но столь красивой профессии стоит этого. Красота требует жертв. Руками держи, девонька. Смотри на нас. Так боялась поступать. Думала, дух этой Сахарова накричит сейчас. Так страшно было. Ну ничего, она сидела и все, смирно так. То есть у нее хорошее настроение было. Не бойся, не бойся, не падай. Блит – это все что-то неимное. Даже когда вот думаешь, ну зачем вот это вот заниматься, да? А потом приходишь в зал, и то есть это как будто священная такая вот энергия, такая вот работа, палет. Допустим, танцуешь ты в Жизель, к примеру. Вот. Это девушка, которая полюбила, вот всем сердцем, вот прям все такая вот. И вот ты вот на ее месте ставишь себя вот так. Жизнь на любой месте ставишь себя вот так. Хорошо. Ну вот и поднимай, 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 чтобы у тебя руки устали, пусть поболят руки. Утром классика прошла нормально, даже хорошо. Уланова нас согнала. Сделали станок почти все подряд, затем задирали и бросали ноги в разные стороны. Очень много всяких новых движений, все так быстро, аж дух захватывает. И все красиво. Когда закончился урок, она сказала мне, что я снова начала худеть. Но это далеко не так, ведь я вешу сейчас 38 килограмм, а рост 165 сантиметров. Ну, может, это и правда. Мне 15, но я выгляжу как 11-летний ребенок, причем очень высокий для своих лет. Но это исправимо. Дома вот я приезжаю, мне как все свободно, так все легко. Можно и покушать, и не боюсь, что я поправлюсь. Там, вот первое время я прям ем, все шумит. Ну, то есть мне с мамой легче как-то, она меня успокаивает. И надо же, такая детка пропадет. Такие ножки хорошенькие. Ты мне шиша не можешь делать. Как, Санна? Живот болит. Ты выкинул? Выйти надо или хочешь сесть? Что? Раз, еще раз повторяйтесь. Или есть или два? Про Поросева. Раз. И два. Три. Четыре. Турчик. Раз. Провернуться. И на два сесть она уже. И сидеть. Ножки поставили. Понятно, да? Все понятно, да? Турчик. Провернули на один счет. А на два уже сесть. Провернуть ту. На втором уроке в 12.20 меня затошнило. И закружилась голова. Сегодня Уланова сказала мне, что худеть нельзя. Но ведь я и не худею. Даже нет и мысли. Просто всегда осенью со мной такое творится. Я сама по себе худею, непроизвольно. Кристине она тоже запретила худеть. Если Кристина потеряет хоть один грамм, ее положат в больницу. То же самое Уланова сказал и мне. Вчера я обожралась, как кобыла, которую готовят на колбасу. Мне нужно срочно худеть. Я толстая, жирная корова, которая совсем не забудется о своем будущем. Вчера я был в порядке. алё привет отлично умерилась короче рост у меня уже метр шестьдесят пять вес я тебя не буду уметь да конечно если б наоборот больше вечером слава богу между прочим я ростом саня терентьеву и олю загородную так что а алфимова ниже меня мечкова ниже меня так что да это я думала это будущее самоним так что вот и должна у меня сейчас поправиться красавица моя должно поправиться ты поняла чтобы меня уже с тебя не ругали не подводи нас всех и маму свою в том числе не подводи ясно а поняла надо понять прямо хорошо вот здесь нужно понять ты не можешь столько ты должна если хочешь еще вырасти еще если хочешь вырасти ты должна просто есть не 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 Субтитры сделал DimaTorzok